привет дорогие подписчики и зрители наших каналов мы продолжаем проходить diablo 3 со мной артём и артур и последней серии 2 нам достаточно неплохо так уже враги противостоят то есть какое сопротивление пошло но с другой стороны стало очень интересно хотя приходится погибать постоянно кстати говоря не подчинился по моему после предыдущей серии последней серии мы подняли одну катапульту это было достаточно сложно ну я думаю чем дальше тем еще сложнее будет с одной стороны это конечно печально но добавляет интереса игре в разы сейчас я пойду починюсь вообще epic paper просто вообще бешеный какой-то да в третьем акте как только начали третий акт от самой заставки той и до сих пор причине все за 160 отлично я сейчас краску еще наберу перекраситься что ли не знаю у меня тут ведро на голове это все что осталось из моих прежних запасов цвет детской неожиданности самое главное что не раздражает но но пока не нашел ну конечно я сейчас попробую этот бесцветная краска без трусов волшебный растворитель удаляет пятна справляется с гнилью имеет прекрасный вкус такой белозадый парень у меня таких два даже но ка попробуем нашли чё чё изменилось шлем и умнился чуть чуть потемнее стало ну ладно принципе так ничего пошли получать на лида а подожди ветерает хочет да теперь сигнальные огни горят по всей крепости и за ее стенами факт мы селили надежду в сердца защитника но хотя мы сейчас мы защитили удивление мы выиграли лишь время они битву нам нужны катапульты но демоны на стенах не дают их поднять прости мы поднимем катапульта мы этим и занимаемся как бы то есть ничего нового нам не сказал а вот смотри тирает здоровый здоровый мужик с огромным мечом разбираться приходится на но у меня меч больше то есть все равно у нас шансов больше он был крутым когда у нее было бессмертие только на мукун фу старин просто пацан так ладно пошли устрою маленькое безумие кашу капец на все-таки вот настоящая маха бич трудно с дотов херачили по ним здесь примерно также прямо так и представляешь момент что прилетает какая-то штука и как там этот как тон хэнкс такой контужный ходишь смотришь там солдат на разы там своего тащит плавенатура что-то в тишине так и потом твой персонаж такой беззвучно орёт там что-то там типа бей его поет но это же по лицу кинематографичности такой не хватает конечно но в целом бренды ты разнеска и вот я не знаю так кстати говоря у нас какой-то указатель появился видимо это второй катапульта неподалеку тут местные что-то еще кулаками пытаться на поле количество эпик увеличивается ты нам как обычного лепетал куда-то вперед недалеко постоянно прилетает какие-то твари и забирают одного из солдата каждый год 31 декабря опять прилетел он еще на мою похоже также надо будет так все разносишь наверняка хотя да сейчас ее будут поднимать а нам нужно будет бронять прошлый раз пришел страшный бабайка и докладывают что эти проклятые изрыгатели демонов могут напасть в любую минуту проклятые изрыгатели я канаре тысяча чертей давай тысяча дроидов это же дарт анян а нет ухты посмотри спаунер пришел изрыгатель демонов сейчас ты у меня будешь изрыгать свои кишки значит и я расобщение по 2 пришел к второму пойду брендов быстрее инферно открывайся мне необходим шо с огоньком пошло как видите у нас уже какие-то использование скиллов пошли какая-то тактика первым делом убивать изрыгателей я совсем второго акта запомнил только вот этих вот на смей похоже потому что там мы вообще разговаривали о чем-то левом здесь я уже понял что из себя каждый враг представляет приходится оставляет блин там еще и кофе детек сколько тут главное что когда будет уже поднять ну на вас только размотать их крыщегаров сейчас обрисуем он пацаны помогают ногами руками а снизу там опять эпичнейший бой идет до вов там здоровячок ходит взрывы такие а был бы у людей огнестрел все сложилось бы иначе это аккуратно на вот сюда бы инферно тут слишком много сильных тварей вот там уникальная тварь но пока что и противостоит один из солдат вроде как не падает на удивление помогать неплохо интересно у них вообще отнимается что-нибудь или нет думаю вряд ли у кого отнимается ну а у солдат да я видел как убивают весьма хорош тут просто новые прибегают звери гильганеш извините приехал что опять иностранные наемники искусный клинок сосредоточенность отлично двуручный молот какой-то взял 27 9 я больше посильнее наверно на на 33 7 там еще зависит от единства урона атак в секунду 1 3 урон холода плюс 10 единиц опыта при убийстве монстров и улучшить шишечки мы видим в сайте на 14 6 кул дикий амулет ранения дичайшим лишь и ухватаешь просто дичайшим сидим не заказал чипец третий катапульта где-то недалеко джипец навигаторе да 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 паши владыка хорошо стучат парши владыки жизнью опять а там еще такой хвост наверху там кстати ты в доунгах тоже по моему же играешь да я там до пару часиков успел ну как в принципе я думал там будет нового локации вот каблевин уже выходил дополнительно шевелин айлс вот этим а здесь та же самая карта но на ней там новые пещеры локации открываются в целом круто нового во первых нет официальной локализации и сражаешься один да без локализации это печально конечно но там хорошую очень неофициальную локализацию делать то есть парни связывались как со мной показывали образец насчет пропали там очень хорошо все приведено где-то во вторник наверно будет а так ну в целом с вампирами всегда все интереснее помнишь игру вампир в маскарад не ли не помнить ну да конечно только из геморрой оси да так а тут тактика такая что и допустим один должен поднимать помогать и один разматывать даже тогда стрюков да тогда проворачивать буду проворачиваю и слишком много бабайка тебе полезет и манферно сделаю подзар уже почти подняли то нормально ничего-то по одному лезут все вполне решаемо но все отлично отлично замечательным и все катапульта сразу в работу пошел я обещал капитану хайли что буду держать себя в руках сделай одолжение не говори ему что я покрикивал на тебя ты явно не знаком с моим тренером парень так вернуться в главную машину в принципе можно использовать портал отсюда будешь ничего такого полезного тут не лежит как скажешь как скажешь тогда погнали обратно город ты брутальный такой брутал посреди огня стоит мантры там как вылазились с этими убогими да что ты напугаешься на все мои демоны пробили проход в подземелье крепости говно твои демоны когда они добудут для меня черный камень души весь ваш мир сгорит дотла ключевое слово когда козел так на пробили огромную дыру в стене и наводнили нижние уровни крепости если брешь не закрыть бастион падет когда я вернусь брешь уже будет закрыта очередном ставлю за мужик лежит а это колен он всегда тут лежит живет он здесь прибежал на битву с выдуманными демонами выдуманные выдуманные я не знаю то есть как чем они аргументируют это выдуманную делами полки уже лезут легионы просто выдали ну ладно болен у меня редкая вещь но на этой все лучше нет ладно пойду разберу ее народ махачили мема латом махач лезут уже из подземелья и они не трогать моих торговцев а тут ничего ценного полу не не говорят варкующие глупки так я пойду разбирать а в принципе чего разбирать и я уже раскатил разбирать я просто продал да я то же самое кстати так у него и зелье здоровья если чем до . я уже к 24 штук и купил бесконечно это самое как их по одному перетаскивать или я просто клацаешь на них левой кнопкой еще понятно сейчас у меня деньги кончатся я чувствую но в принципе шестидесяти пяти я думаю хватит но хочешь я тебе еще подкину говна у нас просто если кому непонятно зачем прекратили сбирать у меня вот этой вот непонятный билет с жидкостью в баночке слава уже по 25 штук и кулков то есть создавать это предметы из них смысла я не вижу они все равно хуже чем те которые мы находим а так чисто по продавать так ночью зелья здоровья кидать мне зачем 65 штук я думаю хватит на пару часиков окей ладно найти второй уровень нижних этажей я думаю сейчас начнет сам интересный я обожаю подземелья подземелья это да вообще во всех играх тоже скайриме короче говоря в скайриме можно вампира превращаться вампир такой ты в этом ну в скайриме ты же за соратников квест выполнял там за оборотнем но там оборотнем скакать а тут такая же дура только выграв дракула летает с крыльями фигни рада высоко подлетать не имеет он чисто по земле летает по крыльями машет по новому выглядит конечно знатно заманчиво заманчиво то а тут как эта книга бастиона король корсик возвел бастион чтобы оградить страну от воинственных варваров с севера вот за годом терпя поражение король в отчаянии решился отправить на север целую армию чтобы раз и навсегда покончить с варварами из того похода не вернулся никто не очень удачно сходили за хлебушком ох не у что у нас первые подземелья в духе первых частей диаба темные темные мрачные помните нравились зала страдания да ну там число рамштайн был огонь и ну там конечно было я так и чувствую что сейчас выйдут мужики в латексе то это проводчики спиной игл пока что по сравнению с тем что шло на стенах это просто детский лепет как более просто слабить расслабимся о этом по-моему зря сказали да так давай давай я не знаю для для них скоба так я им подарю счастье маленько кусочек вот а я их поближе сюда будут притягивать у меня есть способность притягивать к себе по моему всем 24 монстра убил ну смотри тактика работает уже ты прикинь мы и тактик это что за нонсенс и тем не менее ты делаешь инферно я становлюсь в центре и допустим вот притягивающего до фишка у меня есть ураганный удар короче она притягивает к себе в радиусе 24 метров окей так герасим сказал мне нет равных понял ох темный скелет стрелок говно опять понты начинают только поспокойней стал говно ваш темный скелет но это нам помаленько напомнили что временами может быть плохо да то есть не сильно зазнавались но это какая-то игра какая-нибудь там дерешься с главным злодеем нарезаешь ему со страшной силы там просто его раунки ничего не может сделать потом в катсцена включается где он тебя там избивает атакует а ты такой там я выздоровлю отомщу тебе потом ты думаешь скатали бляха муха я же казнил только что да это печально когда такие балансе дыры так и чем тут ищем 2 нижний уровень понятно ищем лестнице вниз ищем лестницу вниз так у нас даже стрелочка есть здесь это стрелочка кстати у нас с того момента как мы зашли в подземелье нет ни такого не вот далеко ну если по прямой заблудиться здесь еще тяжелее чем в дэдспейсе да модерн ворфейр там не дэдспейсе лучше всего там вообще отдельная кнопка я нажимаешь тебя за ручку ведут показывать дорогу как трамвай да есть такая учитывая ту атмосферу особенно первая часть я ей пользовался не стесняясь но нам там это талочный ублюдок по моему я выжил сына да вот и я считаю я думал не уйдет готов красавчику разведческий третий глаз отлично это им тебе кстати говоря может быть да я скинул так универсальная киянка со знаком угря 36 и 5 урона двуручная плюс пустое гнездо есть для камня подойдет держи их в общем посмотришь ну давай глянем ты 36 плюс 7 2 корона отлично универсальная киянка да лады то есть универсальная ночью в подъезд заходишь темно светит звучи до воли анти пожиратели душа еще и язык у них такой как помнишь в обители зла вот эти лизуны вообще тоже кстати вот сама больше мне эти монстры нравится серии резиденты у вода с детства осталось воспоминания когда не домашний стоп стоп бегу который не компьютерные клубы там были все остальное и там получается мы тогда еще были маленькие дети как министанта запрещал играть в эту игру в усынительных как большие деньги приходят и играют блин и я там реально потом ночами не могу заснуть то момент есть старую часть ну глупый вопрос играл там есть комната допрос такая зеркальная и берешь там что-то короче обратно возвращаешься из-за стекла лизун выпрыгивает резко с грохотом страшно я короче про эту тему знал с двоюродным братом засели я сижу сижу жду короче чуть-чуть заикаться не нашел да игрушка только воспоминания особенно вторая часть это 2 не 1 кстати говоря возможно потому что я не поиграл уже после 2 не особо нравится она все таки первое есть первое с первым блин комом как мне не нравится что я в мире вообще не играл ну короче вилла кстати трейлер последней части резидент evil ну в смысле фильма досмотрел потом я обещаю что то не понял как бы по идее уже апокалипсис наступил а тут это баба мило елович еще с этим мужиком из второй части что-то там муж и жена короче я не шелли родригес да 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 тот негр который распиливал на к аккуратный квадратный кусочек ручка с учета собрали опять всех это как в последнем форсаже получается серия в целом нравится я последний серию первого вообще офигенная была последней серии смотрю как музыкальный клип по мотивам музыка прикольный шон крутой идет там особенно ваймакс вот я смотрю 4 короче смысл вообще ноль вообще нету просто просто сборная солянка идет всех там игр то есть со второй части пошел вот это допустим как его блин зашо я хотел сказать забыл перебили вспомнишь может быть короче кто-то плюется с этой серии типа вообще-то в несоответствии канонам на это по моему несоответствии соответствующие ну да в целом смотреть так когда посмотрел типа создание второго silent hill от фильма это же скоро выйдет фильм то есть там режиссер говорит я большой фанат всех игр серии и большой фанат первой части фильма то есть это в принципе нонсенс те кто там любитель серии те же козляют фильм по полной так приказа азмодана часть 3 мои прислужники людишки надеются укрыться со своими жалкими стенами но они не видели и толики нашей мощи мы обрушим на них все силы 3 спутней девчонка еще слаба а их герой даже не заподозрит что мы можем напасть снизу напустите на них что-то мне не очень понравился тут ненасытный зверь немножко ошибся насчет того что не заподозрим мы но мы как бы не заподозрили когда они пошли мы такие о о снизу пошли но звучали всем дайте западу не заподозрена так всем на стукали прям общий так вот первый silent hill я не могу скажу мне не понравилось ну просто вообще конечно именно если сравнивать с играми серии чушь полнейшая том-то и дело да так сам по себе фильм неплохой ну чисто сам по себе я тоже там не такой который там вот допустим не соответствует игре или чем фильм как фильм просто прикольный такой как ужастик это первый фильм по моему в котором боромер играет как этого актера зовут и где мне убили шон бин ну да я бин помню но это помню шон бин шон бин вы кстати говорит во вторую часть по моему справится с по трейлеру правильно понял еще один фильм в котором его убивает на ютубе даже этот подборка есть там по минут десять идет как он падает и умирает недавно этот смотрел ну как недавно игра престолов сериал кстати не видел как офигительно вообще это по моему единственный сериал который с удовольствием смотрел за последнее время короче что то на уровне властелин колец на мой взгляд или даже выше куда многие хвалят и короче его я искать книжку которая книжки говорят лучше сериал еще очень многие школота любят именно за то что там почти в каждой серии жахнуться и причем там это так не прикрыто короче очень много там траходрома всякого всякого разного даже как больше чем в спартаке даже больше да нифига себе не ну спартак это вообще там мясо какое-то вот тоже мясо хватает ну короче как я вот начал фильм смотреть потом смотрю там король шон бин я думаю ну братюня я уже представляю чем то короче чуть-чуть с ним дел зажал в угол и надругался я думаю уже понятно чувствую будет неверно это шон бит это не спойлер это шон битва когда он выжил у сайлент хиле тем не менее мы пришли за разговорами всех размотали брата странствий так ну и вот спуск нам туда найдите брешь в нижних этажах крепости окей а у каях нет как в этом варкрафте деревьев посылаешь сентябрь в руки нечистое они все такие тупые дауны а мне он больше нравится нежить я хочу третья часть ну да я больше никакой а еще самую первую может и самая первая вторую играл то ли в страну да и на сеньке играл стратежку на соньке ты чё я команду на конкур первый прошел на этом пластичный первым мы даже там играли там так как геморрой был две приставки соединяешь специальным кабелем который отдельно покупаешь это это только на новых ревизиях было первой соньки подтаскиваешь два телевизора друг другу две приставки сидишь играешь друг против друга но это было наверно вообще нам еще в doom там играли final doom но в дом я всех его ох да они взрывные да похоже как от них как с ними бороться мне интересно ну бежать убежать ну так они как взорвутся что когда подойдут по идее нужна помощь так не могу подлечиться страшные бабаяны так меня где-то кто там ходит такой ничего хорошего поверь так на тебя сейчас похоже этот заколупают я буду стараться выжить главное не бежать недалеко елки поле жесть какая-то совсем началась только расслабились когда и споры мне сейчас планово на стучат мне тоже на отвяжитесь с меня все один удар такой пролетел амбала отступает вот тут у нас рез можно долго вывать в раке не кончится мои раны закинулись ничего да только это нас спасло до пришлось ради были в противном случае через пол карты что это такое редкий пояс минус 160 здоровья на плюс 5 и 6 крона это мне подойдет такая это а вот даже лучше а подожди это не минус к здоровью это получается в сравнении сколько будет получается разница между здоровьем я так понял вполне возможно хотя я могу ошибаться не ну да я понятное дело что это просто у тебя меньше здоровья быть мне но я думаю что то штрафы какие-то идут или и того над и вообще вообще танцевать нельзя это откуда а это какой-то пацан танцевала тут маманья к него в комнату ломится дверь начинает резко закрывать она все равно входит там при дай бабушке отдохнуть танцевать нельзя ты идиот чё вердикт идиот танцевала нашу шикарно как его призвали ты гамаз а иван гамаз да блин было весело это уже древний баян бабаян еще так дверь закрывал то дайте мне ярости и я размотаю их всех блин по он ахмор не получился мне инферно сделать слава богу да слава богу мертвый страж ой бали все короче у меня уже ой это твой это твой мальчик ну видишь они срываются через определенное время твой баллинка он прилипал не могу хорошо ничего не научит вот так вот с легко легко а потом в интернете подкачивать момент бритых парня приходит в спортивных костюмах и начинается обездастри полоски классика а бит бас а бит ба блин лучники они отступают брутальные лучники вообще брутальная игра я бручок норрису бы тут понравилось смотри спрятался один стоит пошел понял что не получилось за лестнице спрятаться маловато запинали ну вот он сколько всякую баба и ох меня взорвали ох мой труп как полетел демон сотрясатель ой надо валить я чувствую вали вали сейчас к тебе подойду лучше не надо ко мне две этих штуки подбежали падшие маньяки так они называются похоже что там тебе смотрю все плохо очень плохо но я потихоньку приду будем вместе очень плохо а вот этот придурок лутку сломал на двери да давай 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 говно ха ох сколько у вас о какой ты здоровый да вот и аккуратней с ним это очень верно ему сделать пацан и отступать ох он вообще все ломает ну ничего он сгорел ой тебе тут там нехорошо я тут лутаю короче с этими взрывными я пока не понял что делать просто бежать ну они время от времени взрываются сами иногда нет я блин эти зелье экономлю все осадный мост ну как ух ты смотри ниндзя пролетели ниндзя это круто ниндзя это всегда круто это как кадр со взрывающимся вертолетом раньше оказалось короче что в фильме откровенно провальный в трейлеры в кинотеатрах вот эти вот типа вот грайнд хаус там такие дешевый фильм к показывать в этом но вставляли в каждый трейлер один и тот же кадр там со взрывающимся вертолетом и посещаемость увеличилась там что-то на 40 процентов что ли статистика фига сеть там там идут достаточно сильные твари ну да сейчас где мы смотрим покажем тут достаточно сильная тварь на самом деле ну ты там не обзывайся ох сколько ёлки погод да не на свет вяжут сильнее ну да ты нормально в принципе так как в анекдоте знаешь что они на свет лезут так короче это знакомо муж присутствует при родах жены смотрит один короче вылез но он рады второй третий ну так там уже выскакивает их человек пять наверно выключайте свет они на свет лезут да да я вспомнил так это 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 что это такое было над ним как будто ладошка какая-то а это я так уж не говорю взрывное касание называется то есть когда его убиваешь он еще взрывается наносят урон нет я же говорю вот фильм такой был кулак северной звезды старый категории b про каратистов в фэнтези в фэнтези каратисты само по себе беспроигрышной комбинации ну да там у главного героя было тайное знание он там а вернее у главного там опять этот здоровяк короче он пальцами прошибал туловище врага и тот секунд через двадцать взрывался кровавому ну да это было ну да не зря фэнтези она видел кассете было там сюжет стандартный там у главного героя украли невеста у меня сейчас опять за ружь я серьезно ранен его избили но он как обычно потренировался и наказал главного злодея но как можно фильм в общем справедливость вас торжествовал я вот был в дожде даже с таким переводом а тогда в такие фильмы все были с таким полечи меня хилби больно а я где-то сапожи большие подземелья пошли развилось много да нормально на том кожаный колчан как пошло это звучит воп улетел молд хороший конечно ты мне нашел молодца да это радость так что у нас прям далеко еще конца и края не видать офигеть это как это как кишка вытянутая да мне казалось мы идем как там извилистыми путями оказалось по одной прямой кишке ну ладно где-то бежать проще в случае чего да это так о хорошо полетели наверно к дождю так там нас уже ждет куда здоровы опять конечно знаешь что и мы их тоже ждем погрею маленько и конечно уже не надо поднять но покажется как-то не до того да тут все же на умении новых а есть что-то новое так сокрушающего даже наказание вот это неплохо сейчас опять грохот правда будет от ударов как у меня в первых сектах дун дун так что здесь болит весь получаемый урон уменьшается на 65 это типа как мега мега щит какой-то на меня не ну тебе то как раз ну да пригодится так отомщение сверх силы у меня появилась нефига сеть то есть обычной силы уже недостаточно это по моему вполне неплохо так землетрясение оставляем вот так все отлично можно жить так ну тогда давай тут уже завершать серию заодно ну давай в принципе как видите у нас неплохо получается да небольшая встряска очень так довольна опять нам влюбились разговорами и размотали всех ну ничего хватит все ломать короче говоря потихоньку мы маленько напряглись в последних сериях и поэтому сейчас у нас вообще легко все идет ну мы вот серии конечно умирали но в целом гораздо проще стало так что увидимся в следующей серии я думаю скоро уже мы встретимся с этим мерзавцем подонком гнилью азмоданом его зовут так я просто забыл короче говорят всем до завтра всего хорошего всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»